Сегодня у нас занятие третье Киевская Русь Расцвет Мы с вами окунемся в далекое время правления киевских князей Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого Киевских князей, в эпоху которых Киевская Русь достигла своего наивысшего расцвета И первый вопрос нашего занятия Это первая русская усобица Первая русская усобица Она действительно первая по счету И связана она вот с какими событиями У киевского князя Святослава было три сына Старшая Ярополк и Олег От законной жены предславы И Владимир От рабыни Малуши Или Малши Ключницы Служанки Княгини Ольги Существует несколько версий Происхождения Малуши В летописи указан ее отец Малк или Малх Любичанин Первая версия В историографии Говорит о том Что ее отец Был родом из города Любека Помните я вам рассказывал о Пути из Варяг к Греки Начинался он У побережья Северогерманских городов Северной Германии Гамбург Любек Бремен Вот и первая версия Что отец был родом оттуда Из города Любек Вторая версия Что Малуша была Дочерью древлянского князя Мала Которая попала в плен К Ольге После разгрома Искоростяне И третья версия Что Малк или Малх Любичанин Был родом из города Любич Древнерусский город На границе современной Белоруссии И Черниговской области Украина Где когда-то В одиннадцатом веке Произошел знаменитый съезд Русских князей Где был установлен Принцип феодальной раздробленности Каждый додержит отчину свою Но будет это Гораздо позже Тех событий Которые мы сегодня с вами рассматриваем Так или иначе Вопрос о происхождении Малуши И ее отца Остается открытым Существуют И другие версии Я вам привел Самые распространенные Перед вторым походом в Болгарию 969 год Святослав По желанию бояр Посадил князем в Киеве Старшего Ярополка Киевские бояре Предпочли его Древляне попросили себе Князья Олега И Святослав согласился Новгородцы пригласили Князем Владимира Обратите внимание Что везде есть элемент Приглашения Хотим Желаем Видеть такого-то князя Все понимали Что Святослав Который уже был В далеком походе В Болгарию Уходит туда Еще раз надолго Возможно и навсегда Я вам рассказывал Про его приверженность Южнославянским землям Святослава И желание Святослава Основать там Столицу Своё будущее Новое государство Вполне возможно Что в Киев бы он Уже и не вернулся Поэтому нужно было С одной стороны Упорядочить Свои государственные дела Оставить на кого-то Управление А с другой стороны Пристроить сыновей Русский историк Николай Михайлович Карамзин Говорит о том Что Именно Это В истории Руси Был первый случай Порочной практики Раздела Земель Между сыновьями С одной стороны Это вело К укреплению Центральной власти Если она была сильна Если сыновья Подчинялись Либо отцу Либо старшему брату Но с другой стороны При малейшей Ослаблении Этой власти Начиналась Усобица Среди представителей Одного рода Новгородцы Пригласили Князем Владимира От Киева В самая далекая территория Так Впервые Русь Была Разделена Между Рюриковичами Причем Разделена Была По сути дела Не по Прихоти Святослава А по Острой Необходимости Он уходил За пределы Страны С гибелью Святослава Между Братьями Началась Борьба За власть В источниках Главным из которых является повесть временных лет Единодушно Зачинщиком Называется Старший брат Ярополк Зачинщиком Усобица Поводом Кусобицы Стало Убийство Олегом Средним братом Древлянским Князем На охоте Люто Сына Свинельда Обратите внимание Варяг Свинельд Свинельд был Воеводой Ярополка Свинельд По сути дела Подговорил Ярополка Напасть На Олега Олег был Разгромлен В бою Под Овручем И при попытке Бежать за стены Города Спрятаться В городе От преследования Врагов Был попросту Сброшен Бегущей толпой Своих же воинов В ров И задавлен Падающими телами Повесть Временных лет На удивление Описывает Как Слезно И скорбно Воспринял Смерть Своего Брата Ярополк Можно предположить Что все-таки Он был Достаточно Совестливым Человеком И жалел Скорбил У возникшей Усобицы Кстати Ярополк После Ольги Наверное Второй Известный Христианин На Руси Так Или Иначе Но Один Из Братьев Претендентов На Киевский Трон Был Убит Владимир Несмотря На свое Незнатное Происхождение От Матери Рабы Тем не менее Испугался За свою Жизнь И бежал К варягам Отношения С которыми Он тесно Поддерживал Во времена Новгородского Правления Можно предположить Что уже Будучи Новгородским Князем Он помышлял О Киевском Престоле Стремился Стать Киевским Князем Если бы У него Не было Таких Честолюбивых Настроений Чего Бы он Бежал Зачем Ему Нужно Было Скрываться Возможно Здесь Проявляется Ум Сметка Хитрость Владимира Будущего Киевского Князя Не имея Достаточных Сил Для борьбы Пересидеть Переждать Опасность Не имеем Мы таких Сведений Источники Об этом Умалчивают Все-таки Расстояние Между Новгородом Если можно Предположить Гипотетически Влиять На Политику Их Управление Своих Братьев Все-таки Вы Попробуйте Перенестись В то время Интернета Нет Газет Нет Телевидения Нет А в то время Из Минска В Киеве Что можно было узнать Что можно было увидеть Покуда гонец доедет Сколько-то недель Месяцев Или волк Медведь Рысь не задерет Или вообще Сгинет Бескрайних Лесах Руси Того времени Где Поселения Города И деревни Были по сути дела Островками Среди лесного моря В 978 году Из Скандинавии С дружиной Варягов Возвращается Владимир Он лелеял Мечту О Киевском Престоле С другой стороны Он выступал Справедливым Мстителем За убийство Олега И получается Что в глазах Народа Насколько его Можно учесть По отношению К тому времени Правда была На его стороне Восстановив Власть Над Новгородом Где были Наместники Ярополка Сокрушив Полоцк Владимир В битве Под Любичем Разгромил Ярополка Любич будет Неоднократно Фигурировать В летописях Русских Как место Где происходили Межусобные Битвы Особенно Когда Войско Одного Князя Из Киева Двигалось Навстречу Войску Другого Князя С севера Который Двигался Обычно Со стороны Новгорода Осажденный В крепости Родня Там Где Река Рось Впадает В Днепр Южнее Киева Ярополк Пал От рук Заговорщиков То есть Его убило Его же Окружение В заговоре Принимали Участие Один из Бояр Киевских И варяги Которые Возможно Уже Были Недовольны Властью Ярополка Они Подняли Его На Мечи Вот Замечательная Картина Художника Василия Петровича Верещагина Не путается Знаменитым Русским Баталистом Это всего лишь Однофамилец Но тоже Писавший Картины На исторические Темы Великий Князь Ярополк Святославич Осажденный В крепости Родня В окружении Своих Приближенных Которые Окажутся Его Убийцами Удивительно Но Владимир Как и подобает Искусному Политику Очень Плохо Отнесся К убийцам И Сурово Их Наказал Тем Самым Показав Определенную Преемственность Перехода Власти От Брата К брату Они Все-таки Братья По отцу Не забываем Все они Рюрикович Второй вопрос Владимир Политик Воин Креститель Начнем мы С внешней политики Владимира Буквально Сразу Придя К власти Владимир Повел Активную Если не сказать Даже Агрессивную Внешнюю Политику И это Закономерный Итог Первой Русской Усобицы За время Первой Усобицы От Киева Отпали Ряд Племенных Владений Такие Как Вятищи Вы помните По предыдущему Занятию Что их Сперва Киеву Подчинил Святослав Владимиру Пришлось Подчинять Их Заново В 982 Году Отпали Радимичи Это уже Территория Современной Беларуси 984 Год Подчинения Радимичи Причем Радимичи Были Покорены Киевом Только После Сражения В котором Войска Владимира Победили На реке Песчане Недалеко Правильно Абсолютно Верно Недалеко От современного Славгорода Тогда Это город Пропойск Пропошеск В летописи Переименование Города Произошло В годы Великой Отечественной Войны После освобождения Когда В соответствующей Дивизии Красной Армии Нужно было Присваивать Гвардейское Звание На общем Собрании Солдат и Офицеров Этой части Было решено Дать Могилевскому Городу Это город Современной Могилевской Области Вот такое Звучное Название Славгород Сражение Произошло На реке Песчане Около Города Пропой Современный Славгород И там Войска Радимичи Были Разгромлены Дружиной Владимира Под руководством Его Воеводы Под названием Звучным Интересным Волчий Хвост Напоминаю Вам Что Радимичи Когда-то Уже Были Покорены Киевом И было Это Во времена Правления Олега Обострились Отношения С соседями В самом Начале Своего Правления Владимиру Пришлось Воевать С Польским Князем Мешко Первым Первым Письменно Известным Польским Правителем И в результате Этой войны Он освободил От власти Поляков Города Червоной Руси Такие Как Перемышль И Червень Под Червоной Русью Принято Называть Территорию Современной Львовской Области Исторической Области Галиция Галищина И часть Юго-Восточной Польши Современной Затем Последовал Поход На Ятвягов 985 Год В русских Летописях Это первое Упоминание Об этом Народе Но все Эти Деяния Были Не такими Впечатляющими По сравнению С Большим Восточным Походом Который Предпринял Владимир По сути дела Повторяя Поход Святослава Спервал На Волжскую Болгарию 985 Год В боях Она была Побеждена Выплачивала Руси Дань И с ней Был заключен Выгодный Торговый Договор Сохранились Замечательное Предание О том Что Дружинники Владимира Увидев Почти Поголовную Кожаную Обувь Волжских Булгар Сапоги Сказали Следующее Что Этот народ Не в лаптя Ходит Не лаптежник И соответственно Обращаться с ним Как С рабами Будет Весьма Затруднительно Затем По Волге Владимир Двинулся К Каспийскому Морю На Ослабевший Хазарский Каганат Ослабевший После сильного Удара Святослава Но который Еще существовал Как государство Правда Русь Набегами Уже Не беспокоил Покорить Ослабший Каганат В очередной Раз Больших Усилий Владимиру Не составило Затем Он двинулся В Предкавказье Оттуда К Дону И Крыму Прошел Территорию Дикой степи Еще раз Обозначил Присутствие Руси На этих Дальних Южных Рубежах Регулярно Владимир Проиводил Походы Против Печенегов И отражал Их набеги Но следует Сказать Что Печенежскую Проблему Владимир Так и не решил Забегая Вперед Это сделает Его сын Ярослав С Византийской Империей Были крайне Нестабильные Отношения Первоначально Владимир Был в союзе С императором Василием Вторым Помогал ему В борьбе С внутренними Врагами Правда Не добился От него Желаемых Уступок В торговле И в сотрудничестве Взбешенный Неравным Отношением Императора Византии К нему Владимир Двинул Свои войска На Крым Южная часть Которая Была частью Византийской Империи Это город Херсонес Корсунь Недалеко От современного Севастополя Осада Продолжалась Около Двух лет 988 989 Год И только Перекопав Подземные Колодцы Которые Снабжали Город Водой Русские Смогли Завладеть Этим Городом Мирный Союз Владимира И Византии Скреплялся Династическим Браком Владимир Женился На Византийской Принцессе Анне Но Обязательным Условием Было Принятие Владимиром Христианство Здесь В Херсонесе Владимир Принял Крещение Следующий Вопрос Крещения Руси Под вопрос Крещения Руси Крещение Крещение Руси Было Неизбежным Как по внутренним Так и по внешним Причинам Первая Причина Крещение Руси Это Необходимость Укрепления Верховной Княжеской Власти Верховной Киевской Власти Что замечательно Понимал Владимир Христианство Освещало Его Власть Придавало Ей Куда Больший Сакральный Характер По сравнению С Языческой Княжеской И в целом Укрепляло Властная Позиция Рюриковича Вторая Причина Принятия Христианства До боли Избита Выдвинута Еще Марксистскими Историками В советское Время Которые Твердо Считали Что Христианство Соответствовало Новым Социально Экономическим Отношениям Которые Только Только Появлялись На Руси Это Феодализм И что Феодалам Для удержания Власти Над крепостными Крестьянами Это Было Необходимо Сейчас Вокруг Этого Идут Споры Многие Историки Вообще Отрицают Какое Либо Участие Феодальных Отношений В создании Государства Не только У восточных Но и южных И западных Славян Но тем Не менее Сохраним Эту Причину Из Внешних Причин Следует Отметить То Что Мир Того Времени Европейский Он Делился На две Части Христианские Страны И Нехристианские И отношения Христианских Держав Доминирующих Среди которых Была Византия К нехристианским Конечно же Было Плохим И во всяком Случае Позволяло Христианским Державам Сделать Всегда Выпад Во внешней Политике Против тех Государств Которые Еще Не вступили В лоно Христианской Церкви То есть Для того Чтобы Войти В тогдашний Условно Говоря Современным Заком Евросоюз Проведем Такой Пример Нужно Было Встать Вровень С ними С Христианскими Странами Принять Христианство Вот Посмотрите С Василием Вторым Владимир Был в Союзных Отношениях Однако Тех Уступок В торговле Во внешней Политике На которую он Рассчитывал Помогая ему Борьбе С Его Внутренними Врагами Он так и не добился Отношение К нехристианским Государям Конечно же Желало Быть Лучшим И Владимир Решил Этот вопрос Просто Хотя Если почитать Лекции Не все было На самом деле Так просто Вы знаете Был ряд Посольств Представителей Самых различных Конфессий Иудеев Из Хазарии Магометан Сарабского Халифата Представителей Римской Церкви То есть Христиан Западно-Римского Направления Западной Европы Но все-таки Владимир Остановился На византийском Варианте Как наиболее Близком Как наиболее Понятном Ну и все-таки С Византией Русь связывали Давнешние Отношения Крещение Владимира Фреска Русского Художника Васнецова Посмотрите Пожалуйста На экран Русской Православной Церковью Князь Владимир Считается Равноапостольным Равный Апостолам То есть Тем Которые Крестили Распространяли Христианство В древности Это Очень Почетный Высокий Титул В былинах И народных Сказаниях Владимир Святославович Получил Прозвище Красное Солнышко За то Что своей Деятельностью Как Солнечным Светом Согревал Русь Третий Вопрос Нашего Занятия Окаянный Или Светополк Поставим Вопрос Так Проблемно Окаянный Или Светополк Светополк Владимирович Киевский Князь Год его Правления 1015-1019 Был приемным Сыном Владимира Но Во всем По порядку Со Смертью Владимира На Руси Вновь Разгорелась Усобица За власть Верховного Киевского Князя Воевали Многочисленные Сыновья Владимира По разным Источникам Их То ли 12 То ли 15 Было Кому Воевать И было За что Воевать Еще При жизни Отца Они Получили Княжеские Уделы Самый Старший Сын Вышеслав Новгород Обратите внимание Обычно В эту Значимую Территорию Киевской Руси Направлялся Возможный Претендент На киевскую Власть В будущем Изяслав Получил Полоцк Сын Рогнеды Еще В малолетстве Ярослав Обратите внимание Будущий Киевский Киевский Князь Всего Лишь Ростов Недалеко От Владимира Не путаться Современным Ростовом На Дону Святослав Древлянскую Землю Всеволод Волынь Станислав Смоленск Святополк Туров Мстислав Тмутаракань Город На Далеком Удалении От Киеве В Южных Степях Посреди Дикого Поля Близко К Кавказу Отсюда Сложилась Знаменитая Поговорка Ехать В Тмутаракань Что мол Очень далеко По сути дела Тмутаракань Была Присоединена Киевской Руси Походами Святослава Владимир Укрепил там Русское Пребывание А Мстислав Закрепил Окончательно Вышеслав И Изяслав Умерли еще При жизни Владимира Вышеслав Около Тысячи десятого Года Изяслав Вы знаете По истории Белоруссии В тысяча первом Году Поэтому В Новгород Был послан Ярослав Вместо Вышеслава А его место В Ростове Занял Борис Один из самых Младших Сыновей Владимира Глеб же Получил Муром Глеб же Получил Муром Инициатором Междуусобицы Стал Светополк Возможно Самый Нелюбимый Сын Владимира Возможно Еще и потому Что он был Приемным Сыном Владимир Признавал Его За собственного Сына Но Настоящим Его отцом Был Ярополк Первой Жертвой Злодея Стал Борис Княжевший В Ростове Один из Самых Любимых Детей Владимир Убийцы Пронзили Его копьями И привезли Тело Светополку Глеб Князь Муромский Был Также Убит По Наущению Светополка И Третий Брат Древлянский Князь Святослав Был Хладнокровно Уничтожен Во время Своего Бегства В Венгрию За Такие Убийства В летописях Светополк Прозван Окаянным И вот здесь Встает вопрос По каким причинам Он получил Заработал Заслужил Такое прозвище То что я Озвучил вам Это основная версия Есть версии Другие Светополк Был родственником Польского Короля Болеслава Храброго Польша Была Страной Которую Исповедовала Христианство Западно-римского Образца То что Впоследствии Станет Называться Католичеством После раздела Церквей В 1054 Году Возможно Более поздние Летописцы Видя Эти факты Отношение Святополка С безбожными Латинянами Как тогда Называли Католик Приписал Или приписали Ему Такое прозвище Окаянный Ибо Не православный Или во всяком случае Имеющий Отношение С католиками До религиозного Мира И толерантности В то время Было Очень далеко Из истории Слов Не вычеркнешь Это одна Из версий Кто тогда Убил Братьев Бориса Глеба Святослава В таком случае Методом исключения Не остается ничего Как сказать Что возможно Эти шаги Были сделаны По наущению Человека Который Сам Пришел к власти В результате Этой борьбы А пришел К власти В результате Этой усобицы Ярослав Но Так сложились Обстоятельства В то время И так Имеются Источники В распоряжении Историков Что Ответить На этот вопрос Однозначно Никто не может Опять же Встает вопрос Так окаянный Или святополк Кто он Жертва Злого Пиара Того времени Или действительно Брат и убийца Летописцы Описывают Его Крайне Плохо Что После убийства Братьев Он начал Бороться С Ярославом Ярослав Его побеждал Побеждал И он Ярослава С помощью Поляков Опять же На время Даже поляками Был захвачен Киев Ярослав Изгнал Польское войско И святополка Из Киева И он Бежал По дороге В Польшу И где-то там Умер В 19 Году И могила Его Настолько Была Ужасна И смрад От той Могилы Как пишет Летописец Исходил Такой Большой Что подойти К ней Не было Никакой Возможности То есть Его прокляли При жизни Его прокляли Даже и После смерти Так Опять вопрос Окаянный Или святополк Была бы У нас Научная Конференция То мы Конечно же Не могли бы Расставить все точки Нады И спорили бы До хрипоты Но так как у нас Учебное занятие И вам нужно Вынести Какой-то сухой Остаток С моей стороны Отвечу для вас Так Да Окаянный А если и нет То история Не оставила ему Никаких шансов Обелить Свое Имя Но зерно Сомнения Пускай зародится У каждого Из вас В голове Может быть Окончательную Точку В этом вопросе Поставить Как раз Вы Кто-то Именно из вас Даже Такие монографии Выходили Таким названием Окаянный ли Святополк Или жертва Злого пиара Того времени Четвертый вопрос Ярослав Мудрый Державник Полководец Дипломат Ярослав Владимирович 1019-1054 Года его правления Сын Владимира Святославича Пришел к власти Победив Светополка При Ярославе Русь Достигла Наивысшего Могущества Правда Долгое время Даже будучи Киевским князем Ярослав Был в очень Шатком положении Вспомните Я вам говорил Тмутаракани В далеком И это наверное Было благом Для Ярослава Княжестве Правил Его брат Мстислав Который имел Такие же Права На киевский Трон Как и Ярослав К счастью Мстислав Хоть и был Замечательным Полководцем Этим он был Опасен Для Ярослава Был он Человеком Неамбициозным И после Очередной Победы Над Ярославом В 1024 Году Между Братьями Произошло Джентльменское Соглашение Киевская Русь По Днепру Делилось Все что было Справа Днепра Доставалось Вместе с Киевом Ярославу Все что слева Днепра Доставалось Во владении Из Бурдани Соответственно Мстиславу Джентльменское Соглашение Соблюдалось До смерти Мстислава По разным Источникам Разная дата Приводится 1035 Или 1036 И только потом После смерти Своего брата Ярослав Стал Единоначальным Правителем Киевской Руси Вот именно С этого Времени И начинается Его активная Деятельность Как во внутренней Так и внешней Политике В крещении Ярослав Получил имя Юрий И в своем Походе В Прибалтику В современную Эстонию Чтобы Безопасить Северные Рубежи Руси От набегов Финно-угорских Племен Он строит Недалеко От Пскова Город-крепость Юрьев Нынешний Тарту Орден Меченосцев Захватит Юрьев В 1224 Году И даст ему Свое немецкое Имя Дербт Или Дорпт В Тарту В Тарту Сейчас находится Самый известный В Эстонии Университет В 1036 Году Ярослав Разбил Возле Киева Печенегов Проблема С печенегами Была решена После этого Они уже Русь Не беспокоили Есть сведения Что именно В этой битве Ярослав Был ранен В ногу Рана Дала себе Знать На всю жизнь И Ярослав Хромал Отсюда Его второе Прозвище Хромой На месте Разгрома Печенегов Ярослав Сорудил Софийский Собор Ярослав Отстроил Киев Возвел Новые Крепостные Стены С золотыми Воротами Наверное Первый Кто в Киеве Создал Школы Для обучения Детей Создал Библиотеку Приглашал Из Европы Из Византии Деятелей Культуры Мастеров При нем Был основан Киево-Печерский Монастырь И началось Русское Летописание В очень простой Форме В год Такой-то Князь Такой-то Сделал То-то 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 Ярослав Начал Составление Свода Законов Русской Правды Этот Свод Законов Будет Продолжен Его Сыновьями Ярослав 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 Укрепил Международные Связи Со Странами Наверное Наверное Он действовал Здесь Не только Своей Политикой Но и Династическими Браками Этим Он Коренным Образом Отличается От всех Предыдущих Киевских Князей Казимир Казимир Король Польши Женился На сестре Ярослава Марии В католичестве Получившей Имя Доброгнева Один Из Сыновей Ярослава Женился На сестре Казимир Кроме Родства С Казимиром У Ярослава Были и другие Родственные Связи С современными Ему Монархами Его Дочери Анне Суждено Было Выйти Замуж За Французского Короля Генриха Первого Анастасия Была Замужем За Королем Венгерским Андреем Первым Елизавета Вышла Замуж За Гарольда Короля Шведского Сыновья Ярослава Вячеслав И Игорь Были женаты На немецких Принцессах А Всеволод На греческой Царевне Ставшей Матерью Знаменитого Владимира Всеволодовича Мономаха Сам Ярослав Был женат На шведской Княжне Ингегерде Дочери Шведского Короля Олафа Эриксон Многие Европейские Изгнанники Искали Убежище При дворе Ярослава И встречали Всегда Радушный Прием Олаф Святой Король Норвежский Изгнанный Из Отечества Жил у Ярославы От него Получал помощь Когда захотел Возвратиться На родину Сын его Магнус Добрый Был воспитан При дворе Ярослава Гарольд Муж Елизаветы Эймунд Андрей Король Венгерский И многие Другие Посещали двор Великого Ярослава И считали За честь Служить ему Посмотрите Какая Политическая География Того времени Польша Франция Венгрия Германские Княжества Византия Швеция Норвегия При Ярославе Мудром Киевская Русь Приобрела Огромный Международный Авторитет Выдающийся Советский Антрополог Реконструктор Герасимов По черепу Ярослава Мудрого Смог Воссоздать Его облик Христоматийно Известный Бюст Князя Ярослава Владимировича Мудрого Сохранилось Изображение Его дочери Анны Которая Была Выдано Замуж В далекую Францию И стала Французской Королевой Выводы Киевские Князья Владимир Святославович И его Сын Ярослав Мудрый Вели Активную Внутреннюю И внешнюю Политику Власть В русских Княжествах Была Сосредоточена В руках Династии Рюриковичей Кстати В этом Огромная Заслуга Владимира И Ярослава Ведь Как Посмотреть Даже На Поход Владимира На Полоцк Отвергло Его Рогнеда Не хочу Разути Рабынища Неужели Он Действительно Был Так Уязвлен А ведь Получилось Вот как Была Уничтожена Возможная Конкурирующая Династия И Возможный Центр Объединения Славянских Земель Рогволодович С одной Стороны Сосредоточение Власти В русских Землях В руках Династии Рюриковичей Укрепляло Верховную Киевскую Власть Особенно Если Отец Сам Раздавал Сыновьям Уделы Ну скажем Как Делал Владимир Или Как Сделает Последствия Ярослав Святослав Здесь Несколько Особняком Стоит Он Раздал Уделы Только Потому Что Он Вынужден Был Идти Во Внешний Поход За Пределы Киевской Руси И Неизвестно Вернулся Легом С другой С другой стороны При ослаблении Верховной Власти Это Вело К Усобицам Внутри Одного Рода То есть Усобицы Были Закономерно Заложены И Последнее Киевская Русь Стала Христианской Страной Официальная Дата Принятия Христианства 988 Год И Получила Международное Признание Впереди Был Новый Этап Киевской Руси Это Феодальная Раздробленность Об этом Наше Следующее Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор